Зачастую слышу одно и то же выражение, которое звучит следующим образом. Неважно, какой у тебя фотоаппарат, главное это правильные руки и понимание того, что ты собрался снимать. От этого и зависит твой успех. Неважно, на что ты снимаешь, ведь раньше в целом люди снимали на пленочный фотоаппарат и получали шедевральные снимки. Так это или нет, сегодня нам с вами придется в этом разобраться. И для начала я хотел бы разобрать две грани происходящего. С одной стороны мы будем поддерживать технический прогресс, с другой попытаемся избавиться от всего лишнего и оставить только самое необходимое для творчества. Я думаю, что для каждого человека, который пытается себя как-то более-менее реализовать в творческом смысле, закладывается периодическая мысль в голову, что вот если бы сейчас у меня была камера получше, если бы сейчас у меня был бы объектив получше, если бы программа на обеспечении позволяла бы мне сделать что-то интересное, совсем другая жизнь бы пошла. И человек покупает эту камеру, но через год уходит новая, потом новая, более технически оснащенная. Цель данных кампаний это технический прогресс показать, мол, смотрите, у нас работает столько инженеров, и в этом году мы придумали совсем другие алгоритмы, которые позволят вам снимать вот так, вот так или вот так. И это действительно правда, потому что, посмотрите, у нас появилась нейросеть, и теперь фотошоп работает совершенно по другим алгоритмам, и это не та программа, которую мы знали еще даже пару лет назад, и она фотографам действительно облегчает и обеспечивает комфортное существование в ней. В этом плане они действительно правы. Теперь мы должны обязательно затронуть вторую сторону этой медали, она будет звучать так, потому что люди творческие, они понимают, что каждый год за новыми техническими приспособлениями гнаться, наверное, скорее всего, бессмысленно, потому что они постоянно выходят, они стоят дорого, ты покупаешь какую-нибудь экшн-камеру, тебе к ней пытаются продать еще кучу допов, и на следующий год выходит новая экшн-камера, и новые допы, которые не подходят к старым, это первое. Второе, они, конечно, понимают, что на все это на презентации смартфонов, телефонов, камеры, прочие телевизоров, компьютеров потрачены очень большие бюджеты. Там существуют режиссеры, операторы, сценаристы, человек, который ставит свет, человек, который ставит звук и создают визуальную картинку, где ты обязательно должен купить эту камеру. Но вот проблема, что когда ты начинаешь снимать на нее, что-то картинки у тебя не такие выходят, как там, там же обещали. Я же, стоп, я же видел всех этих счастливых людей, которые гоняют на серфах и прочее у них. Совершенно другая картинка. Но у тебя, к сожалению, она другая. И поэтому эти люди начинают отрицать, и все, и говорят, так, я буду пользоваться тем, что есть, потому что меня в эту историю точно не втянешь. Я не понимаю нихуя вас. Ну-ка, вот сидит дурак какой-то там, сидит, работает, по 24 часа в сутки, чтобы заработать и купить вот эту хуйню 7. Понимаешь? А потом он ее покупает в магазине и идет такой гордый. Ох, ебать, у меня хуйня номер 7, смотрите все, приходит домой, а ему из телевизора говорят, хуяк, вы слушали Маяк, любезный. Для всех тех, кто купил хуйню 7, прекрасная новость, у нас вышла хуйня номер 8. И он такой, ебать. Ну все, друзья мои, спасибо большое, что были со мной, до встречи в новых видео, ведь мы уже разобрались, как это все устроено. Подождите, ну это было бы совсем смешно. Но, ведь мир, он не черно-белый, у него есть много оттенков. И что, к счастью для одних и, к сожалению, для других, чуть-чуть все устроено совершенно иначе и немного посложнее. Давайте попробуем на примерах трех фотоаппаратов, трех марок, а это именно Nikon Z5, Nikon Z6 II и Nikon Z7. Попробуем разобраться, в чем дело. В данном виде съемки я использовал фотоаппарат Nikon Z5. Это полнокадровая матрица у него, но он является полупрофессиональным в своем виде. То есть это еще не Nikon Z6 II, а уже такой топчик, да. Среднячок Nikon Z5. Это как у Кэна был Canon 6D, по-моему. Вот, то есть еще и не Mark совсем там далеко, там ни второй, ни третий, но 6D, уже близко, но не совсем то. И могу сказать, что он без вообще каких-то наворотов, но так как я использую дополнительный источник света в лице вспышки Godox AD300 Pro и большого-большого рассеивателя, фотозонта, то мне таких картинок вообще более чем за глаза. И смысла покупать более какую-то профессиональную камеру совершенно не было бы. Но никакого, потому что разницу, честно говоря, вы никакой не увидите. Самое главное в таком виде съемки – это свет. Если он есть, у вас все априори хорошо. Если его нет, у вас все априори очень сильно плохо. Поэтому зачем здесь платить много, я не понимаю. Более того, скажу, что еще и бы я взял бы какой-нибудь F4 24-70. У меня были бы все фокусные расстояния, и я бы чувствовал себя хорошо, потому что со вспышками я снимаю в основном диафрагме F8. Потому что сзади стоит фотофон, и мне какого-то суперкрутого размытия, во-первых, не нужно. Во-вторых, если что, я его и в программе сделаю спокойно, потому что вы там разницы никакой не поймете. Так что мы тут справляемся малой кровью, и я не вижу смысла, зачем бы мне бы что-то тут делать лучше и покупать что-то дороже. Вот и ответ на первый вопрос. А где же здесь вся история, например, с собачками, с анималистикой? Она очень простая, потому что все, что в движении, я на этот фотоаппарат снимать вообще никак не мог, потому что матрица не справляется. И у меня не получалось снять те картинки, которые мне бы хотелось. Но зная слабые стороны, я старался в движении собак, в таком лютом, когда они бегут прямо на вас, не снимать. Я старался также снимать какой-нибудь вайн-арт, снимать их как-нибудь по-интересному, но только не в движении. Потому что в движении процессор не справляется, и матрица тоже не справляется, и, соответственно, для этого вида съемки. Ну, не скажу, что он не подходит, но большинство задач творческих он вам просто не снимет. Потому что очень многие хотят, чтобы их собаку можно было снять в движении, но, к сожалению, как показывает практика, этот фотоаппарат, с каким бы стеклом бы там, что бы ни стояло, не справляется никак. Итак, получается, переходим к следующей модели. Это будет Nikon Z6 II. Действительно хороший фотоаппарат, но единственный момент, что его у меня нет. Как можно вообще разговаривать о том, чего ты никогда не видел и не пробовал? Ну, нужно сказать, что, во-первых, он есть у моих товарищей, во-вторых, нужно сказать, что куча обзоров я видел, и в целом я понимаю, как это работает. Эта модель, она создана для того, чтобы снимать репортаж. Вот, например, я сейчас нахожусь на тайском боксе, на соревнованиях. И, честно говоря, я снимал здесь на Nikon Z5 и Nikon Z7, но Z6 II подошел бы как лучше всего прям для этого. Почему? Потому что у него матрица двойной засветки, а это что означает? Означает, что в репортажной съемке вы сможете легко поднимать ISO, или ISO, опять же, как вам нравится, и делать хорошие кадры. Семерка и шестерка, и пятерка, вернее, да даже шестерка, просто базовые, этого позволить не даст вам. То есть при каких-то значениях ISO уже все, уже появляются шумы. Но Z6 II, при том, что у него еще отличный автофокус, масса всяких плюшек, да еще и две, получается, карты памяти, он это делать вполне вообще все дает. И вот, смотрите, только что я с вами перенес из тайского бокса форум недропользователей, который происходил у нас на Калужской области, и здесь, смотрите, у меня Nikon Z7 и 85 мм, но если был бы Nikon Z6 II и какой-нибудь 24-70, либо 70-200, то жизнь моя была бы проще намного, потому что мне не приходилось бы искать эти потоки света, а я бы спокойно поднимал ISO, и работал бы, у меня никаких шумов, ничего не было. И этот репортаж я тоже нормально снял, но нужно сказать, что в другом моменте жизнь моя бы упростилась где-то там в процентов 80. Можно ли на вот эту модель Z6 II снимать так же художественные штуки всякие? Конечно, да, мы понимаем, что у нас только матрица 24 мегапикселя, но ничего страшного в этом нет абсолютно, если вам все эти истории нужны, например, там, для интернета, либо для какого-то журнала такого небольшого формата. Поэтому, если бы я снимал репортажа, мой бы выбор точно состоял бы на Z6 II. Не пятерка, не семерка, а это самый лучший вариант. Мы понимаем здесь, куда бы мы тратили деньги. Пятерка слишком слабенькая для всего этого, можно вытянуть, но слабенькая. Семерка слишком круто, потому что даже непонятно, какой смысл снимать репортаж на 45 мегапикселей, где это потом хранить, и как это все обрабатывать. Поэтому мой выбор бы точно состоял бы и остановился бы, если бы я в основном зарабатывал бы репортажами на этой модели. Ну и давайте теперь я, наверное, расскажу, почему вообще я перешел на семерку. В чем вообще была такая необходимость или потребность? 7Z это, в общем-то, 45 мегапикселей, это вот всю линейку отличает от того, что большое количество мегапикселей, это, соответственно, у вас здоровое разрешение. И зачастую я снимаю очень много анималистики, и есть потребность у хозяев, например, распечатать какой-то плакат, либо большую картину своего питомца. И, соответственно, 45 мегапикселями эта возможность стала действительно воплотимой в мечту, потому что когда у меня был Z5, например, или даже если... Почему я не купил Z6 II? Потому что 24 мегапикселя. Честно говоря, при обработке, когда потом привыкаешь, ничего такого особого и не замечаешь. Да, понятно, что в 24 появляются пиксели, в 7Z их нет. Ничего такого, потому что напрямую это так прям в упор не смотришь. Но, тем не менее, большие форматы не распечатаны. И я понимаю, что процессор, опять же, от пятерки отличается тем, что он намного сильнее, быстрее. И теперь у меня есть возможность, когда собака бежит на меня, ее фотографировать и получать кадры в движении, какие бы они ни были. То есть у меня теперь 100%, 80% попаданий. Остальное только брак и то, когда собаку уже близко-близко ко мне. А так я перестал, грубо говоря, вообще об этом думать. То есть я купил, получается, себе эту камеру в зависимости от потребностей, которые выпали, скажем так, на мою долю. На самом деле долго размышлял между Z6-2 и Z7. И, получается, перешел только из-за момента того, что нужна повышенная детализация. Именно в этой сфере перешел, поэтому на эту модель. Захотел бы я себе сейчас купить Z7-2. Ну, получается, теперь мне нужна резкая причина, чтобы это произошло. Пока такого нет. Я не знаю, что должно такое случиться. Может быть, тоже... Да, наверное, скорее всего, чтобы я ISO повысил. Но снимать репортажи на 45 мегапикселей и там просто карточка в 128 мегабайт заканчивается через минут 30 примерно. Я не понимаю, чего бы я такое это снимал, где бы я хранил, как бы я передавал эти файлы. Поэтому... То есть это, грубо говоря, фотоаппарат больше для рекламной фотосессии какой-то. И его потребности полностью на сегодняшний день закрывают мои потребности. Ну, что, попробуем сегодня резюмировать наше видео и поговорить о том, что смог ли я вам донести идею. Да, в общем-то, она заключалась в самом элементарном и простом, что да, на сегодняшний момент компании гонятся вперед. И каждый год они, конечно, будут соревноваться, во-первых, друг с другом, во-вторых, делать лучше, 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 чтобы вы все это купили. Вопрос состоит в том, что нужно ли вам это. И в свою голову вы внедрите эту мысль, что да, действительно, я несчастен. И все такое. Или вам уже пора снимать и пора уже забить на все это. И делать так, чтобы нравилось в первую очередь вам. И вы просто можете сесть дома с листиком, бумажкой, понять, что бы вы действительно хотели бы снимать, какой контент вам нужен. И уже от этого, от своих потребностей выбирать на что и как вы будете снимать. И, соответственно, стать счастливым и свободным. Спасибо большое, что были со мной. До встречи в новых видео. Я думаю, что у нас еще много всяких интересных будет проектов, поэтому следите, наблюдайте. Внизу вот подпишитесь, где есть. Может быть, создам какой-то чатик, в котором мы сможем с вами удивительные вещи обсуждать. Спасибо большое. До новых встреч. 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 Продолжение следует...